Но есть, есть на Первом канале одна программа, которая сообщает правдивые новости и делает смелые гражданские высказывания. Программа, конечно же, юмористическая. Пахнет достаточно приятно, а что это? Это соловьиный помет. Натуральный соловьиный помет. Во-первых, это хорошее название для шоу на канале Россия. Ну, соловьиный помет – это живая классика. После того эфира, со съемочной площадки вечера с Владимиром Соловьевым, еще неделю поднялся такой дымок, будто бы там проходят выборы нового Папы Римского. Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криком «Молодец, как ты уел Соловьева». И все украинские сайты с радостью печатают «Ай, молодец, Ургант! Молодец, Ваня!». Или вот из недавнего – мощное, не побоюсь этого слова – обращение Ивана Урганта к доносчикам, по наветам которых в стране массово запрещают концерты. Правда, высказывание очень точное. Те люди, которые сейчас пишут донос с просьбой отменить концерт того или иного исполнителя, вы на секунду отвлекитесь и попробуйте своим доносом привлечь внимание к настоящей проблеме и делать использование для окружающих. Записывайте. Прошу провести освещение на главную улицу нашего поселка, чтобы короткий световой день не помешал провести народный самосуд над Эл-Джеем. Записывайте дальше. Прошу отремонтировать дороги в нашем городе, потому что вязнут кони, и мы не можем протащить за волосы певицу-монеточку к позорному столбу. И на минувшей неделе, кажется, кроме нашей программы никто этого не заметил, Иван Ургант стал единственным человеком на всем телевидении, пошутившим над британским гражданством ведущего России, один Сергей Брилёва. Это еще одна вещь, о которой ты сразу узнаешь, открыв интернет, но по телевизору не словечко. И вот только у Ивана Урганта. Посмотрите. Друзья, премьер-министр уже идет. Сейчас будем начинать. Давайте еще раз напомним друг другу. Все, кто за что отвечает? Петр Толстой. Естественно, легкая непринужденная атмосфера, розыгрыши, шутки, приколы, хохмы. Сергей, ну, вы отвечаете за чайпитие. Окей? Окей, Иван, that's a great deal. В принципе, эта пародия даже более информативна, чем часовой эфир Дмитрия Медведева с ведущими пяти телеканалов. Скучно и не то чтобы достоверные рассказы про экономику, и больше там ничего особенного и не было.